Всем добрый вечер, сегодня состоялась шестая партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Фабианом Каруаной. И это была первая партия, в которой Магнусу Карлсону предстояло играть белыми фигурами, после того заполученного рецидента, когда часть подготовки Фабиана Каруана была выложена в открытый доступ. Несмотря на то, что на тех фотографиях можно было усмотреть, что русская партия входила в подготовку Фабиана, он все равно не стал от нее уклоняться, и после хода e4, которого тоже ждали не так многие, потому что до этого Карлсон избирал в этом матче другие первые ходы, Фабиана сыграл русскую партию, и после конь e5, d6 Магнус преподнес достаточно большой сюрприз и сделал очень редкий ход конь d3, который встречается в тысячи раз реже, чем основной ответ конь f3. Фабиана был готов и здесь, после этого ферзи 2, ферзи 7, конь f4, и здесь, конечно, черный большой выбор продолжения, но Каруана избрал одно из самых принципиальных, то есть он сыграл конь c6, после конь d5 такой вот контр-родарь, конь d4. Здесь оказывается, что максимум, чего белые могут добиться, это вот такая довольно нестандартная позиция, здесь белые могут взять на c7, но после король d8 черные тоже отыграют ладью на а1, и получат перевес. Поэтому Магнус сыграл конь a3, его подготовка все еще продолжалась, конь e6, f3, конь 4 на c5 и d4. И здесь казалось, что белые, может быть, завладели минимальной инициативой, но довольно точное возражение со стороны Фабиана привели к тому, что позиция практически полностью иссушилась, и казалось, что партия непременно придет к ничейному исходу. То есть если у кого-то здесь есть минимальный перераз, то это у белых, потому что у них чуть больше шансов на организацию какой-то активности на королевском фланге. Последовало король f2, h5, и довольно грамотное решение, препятствие экспансии белых на королевском фланге. В дальнейшем корона привел коня на поле e7. Здесь нужно отметить ход c5, то есть у черных было большое количество возможностей сыграть, например, 3-0 или король d7, и получить просто спокойную, безопасную, равную позицию, но Фабиан играл поамбициозней, то есть он получил позицию со взаимными изоляторами, очень грамотно в ней маневрировал, и вот здесь нужно отметить неточный ход слон d1. Магнус мог легко сделать ничью, к примеру, после размена ладий, после чего чисто символически черный действительно получит перевес с двумя слонами, но реальных шансов на победу никаких. А вот после слон d1, коль c4, b3, кунь а3, Карлана здесь завладела инициативой, и перед контролем на самом деле добился довольно ощутимого перереза, то есть вот здесь, пожалуй, был последний момент, когда можно было сделать ничью без проблем, ход слон d3 приводил во всех вариантах к ничейным развязкам. После а6, f4, ну, f4, сколько на среде не допустит слон e6, на который теперь последует f5, но после слон d7 оказалось, что черный вид у слона на c6, и после этого повиснет пешка на а2. Магнус на висящем флажке нашел, прошу прощения, нашел контр-идею, связанную с тем, что на такую пешку h5, действительно, теперь если черный играет g6, то после fg, fg, слон c2, белые получают, на самом деле, даже более чем достаточную контр-идею. Поэтому к фабриану пришлось менять пешку h на либо пешку а, либо пешку д. Здесь и ход кунь а2, в принципе, был совсем неплохой. Ну, кунь e4 смотрится по-человечески более естественно, и здесь американец сохранил некоторый перерез, слон c5, слон f3, конь d2. У белых был ряд возможностей, можно было продолжать пассивную оборону после конь f1. Вместо этого магнус пошел на принципиальный длинный вариант, слон d5, слон e3, слон c6, слон f4, слон b7, слон d6, слон a6, и белые на время получили 3 пешки за фигуру. Кажется, что они здесь вне опасности, но точную последовательную складовку не 4, а 4, что особо важно, слон a3. Черные получают перевес, потому что пешка на 2 просто-напросто теряется. Ипорт вступила в долгую фазу, скажем так, маневрирования. У черных здесь есть определенные шансы на победу, но белые по идее должны быть объективно достаточно близких ничьей. Отметим, что магнус отдал именно пешку b, пешку a предпочел сохранить. Но вот здесь он совершил некоторую неточность. Дальнейший анализ показывает, что пешку стоило держать на поле a2, после a4 возникли довольно серьезные трудности. И на самом деле на очень-очень большой глубине компьютер пишет, что эта позиция у черных выиграна. И нужно было играть король g8, король h7 и только потом f6. Ну, с человеческой точки зрения, этот план просто-напросто невозможно найти за доской. f6 совершенно логичный. Нормальный ход, проезжающий черные поля. Здесь вот магнус повел короля на g6, скорее всего это правильный план. Отметим очень сильный ход слон d3. Кажется, что после конь d6 у белых проблема, потому что конь проходит через f7 на e5. Но магнуса была другая идея, он сыграл a5, пешку пришлось брать. И после gfgf внешние позиции выглядят совершенно безнадежные для белых. Но вот важно, что после любого хода слона, хоть на c3, хоть на d8, в партии последовал слон d8, белые играют именно король h7. То есть ход h5 явно проигрывает по причине король g8 с последующим король h8. Но после короля h7 не получается выдавить короля из угла. Здесь последовали долгие маневры, и казалось, что никаких шансов на победу у черных уже нет. Но неожиданно после конь d4 и h6 компьютерные движки здесь показали вместо оценки минус полтора, которая держалась неизменной на протяжении многих ходов, показали оценку мат 36 ходов. И здесь черные побеждают. Я вам сразу скажу, что даже с помощью компьютера разобраться в том, почему они здесь побеждают, практически невозможно. Конечно, с компьютером, наверное, шансы на это есть, но найти это за доской, и в частности сделать ход слон h4, совершенно безумно выглядящий ход, это было совершенно невозможно. И на самом деле, да, и Магнусу, и Фабиано на пресс-конференции показали этот вариант, но они хоть и согласились с тем, что черные здесь побеждают, но вряд ли восприняли это всерьез, тем не менее, выигрыш был. То есть, казалось бы, слон h4 самая некрасивая клетка для слона на всей доске, но здесь действительно так получается, что черные побеждают. То есть, например, на ход h6 есть важный вариант конь f3, теперь после h5 конь e5, король h5, черные постреляют король g7, но взятие черного слона, черные забирают уже белого слона и побеждают. Ну, в противном случае, видно, что черные добились явного прогресса, поэтому ход h6 плохой. Казалось бы, белые будут просто продолжать стоять на месте, то есть слон d5. И вот здесь, после конь e2, оказывается, что белые попадают в целый ряд последовательных труп свангов. То есть, если убрать слона, просто убрать слона с диагонали a2 g8 без нападения на черные фигуры, то черные сыграют король g8, пройдут королем в угол и выиграют. То есть, остается, по сути, два хода. Но если слон уйдет куда-то по диагонали a2 g8, последует шаг, с последующим слон g5 теряется пешка h. То есть, остается два хода. Первый это король h7, второй это слон f3. Ну, и вот разберем их по порядку, они на самом деле приводят примерно к одному и тому же. Чуть менее упорно король h7. Теперь следует слон g5. Белые по-прежнему в тут свангах, то есть ход h6 явно проигрывает, потому что эта пешка теряется. Ну, то есть, после коня f4 в какой-то момент черный подходит к коням, нападает на эту пешку и забирает ее. Поэтому, ну, единственный разумный ход слон f3. И здесь после коня g3 белые попадают в такой нехит суксуанг. Если они играют король g6, то следует король g8. Опять король проходит в угол, это победа. Если они играют слон g4, то после короля f7 вот следующий план за черных побеждает, тоже крайне труднонаходимый издалека. То есть, они просто переводят слона на эту диагональ. Ну, почему-то важно делать очень точный выходами. Например, слон d6 уже не выигрывает. Но выигрывает слон e5 и на король h8 теперь слон d6. То есть, в каком-то таком варианте. Белые вынуждены отдавать пешку на f6, потому что в противном случае они получают мат. То есть, вот, например, король h7 кн4 уже приводит к мату. Ну, все это крайне-крайне неочевидная геометра, и мы даже еще, на самом деле, не коснулись самого упорного хода. Вместо короля h7 белые могли здесь сыграть слон f3. Теперь черным необходимо для победы сделать ход кунь g1. Один из самых, наверное, уродливых шахматных ходов, что мне приходилось видеть в последнее время. Но именно он приводит к победе. То есть, слон g4 проигрывает по причине король g8. Слон должен возвращаться на d5. Следует слон g5. Король h7. Конь e2. Ну, и вот черные возвращают коня на g3. Это критическая, важная клетка. И после коня g3 мы получаем позицию, которую уже разбирали. Черные здесь побеждают. Ну, корона сыграл конь f3. Совершенно невозможно его обвинить в том, что он не дошел такой выигрыш. Поставил коня на h6. Попытался пройти королем в центр. Но оказалось, что здесь, по сути, там черные ничего не добиваются. И корона смотрелся с неизбежным. Сыграл конь e3 после h6. Получилась теоретически нечаянная позиция, в которой соперники согласились с мирным исходом. Есть ощущение, что потихоньку, скажем так, баланс в этом матче смещается в пользу американского шахматиста. Тем не менее, сегодняшний результат может негативно повлиять и на него тоже. Да, он ввел игру, владел перересом, но одержать победу не удалось. А до конца матча остается всего 6 партий. Напоминаю, что завтра состоится выходной день. А борьба продолжится в воскресенье в 6 часов по московскому времени. Мы с Харилом Шроковым, как обычно, проведем прямую трансляцию. Всем спасибо за внимание. Для вас комментировал Никита Петров.